Село Высокое, Рязанская область. Здесь, в тени деревьев, располагается несколько десятков ульев. И за ними следят всего четыре человека. А в авангарде у них стоит Николай Феонин. Можно смело сказать, что это ремесло у него написано на роду. Его дед, отец и мать также были пасечниками. Этой профессии Николай полностью посвятил себя всего шесть лет назад. Он променял скучную офисную волокиту на свежий воздух и вкусный мед. Мне бы хотелось видеть результат своей работы. Когда делаешь отчет, ты понимаешь, что он никому не нужен. Перекладываешь бумажки с места на место, имитируешь бурную деятельность, чувствуешь себя большим директором. Это, конечно, хорошо, но, собственно, мне это неинтересно. Во всяком случае, есть некий адреналин, что ли, некая гордость за те результаты, которые мы выдаем. Приятно создавать себя хотя бы, хоть маленьким, но хозяином своей судьбы. Николай трудится на пасеке всю жизнь. И он нас уверил, эти пчелы правильные. Они могут сесть на ладонь, ползать по руке и приземлиться на микрофон. Николай предостерегает. Перед летком лучше не остановиться. Через него пчелы вылетают и залетают в свой дом. Пасечник ответил и на главный вопрос. Какой он, этот дом? Кратко в двух словах. Это дно, это корпус, где в основном располагается гнездо пчел. То есть там живет матка, там выводятся молодые пчелы, детка. Там есть кормовые запасы. Всегда, как правило, должны быть. Вот это временная надставка, называется она магазинная надставка. И на улье она располагается только, если сила семьи достаточная, в мае и, собственно, до августа. Может быть, даже иногда до конца августа. Но дальше под крышник, крышка. Это, собственно, здесь в основном утепление и от дождя. Это прилетная доска. То есть, своего рода, некая взлетная полоса для пчел. Кратненько в двух словах так. Каждый улей – это отдельная семья. Чужаков здесь не любят. Вот и сейчас можно увидеть, как пчелы расправляются с воровками. С каждого домика собирают несколько лотков с медом. Правда, в этом году с урожаем все не так сладко. У нас на пасеке, с учетом того, что у нас есть поля свои, засеянные высокоурожайными медоносами, наш урожай вдвое меньше, чем в прошлом году. Хотя пасека была сильнее. Сейчас у Николая всего 200 пчел и семей. А половина полей, которые ему принадлежат, засеянными медоносными растениями. Он реализует свой продукт во многих точках города, а также поставляет частным лицам. На всех его баночках красуется одна особенная фраза. Мне просто нравится эта фраза. Это фраза Салаухина относительно пчел и меда. О том, что мед, он также исключительно и уникален, как сама пчела. И это эталон вечной ценности наряду с золотом, алмазом и янтарем. На самом деле задача пчеловода не просто получить продукт, а не испортить его. Донести его в первозданном виде, в совершенном виде до любителей меда, до потребителей. Николай признается, он оптимист по жизни. Ведь наверняка большой силой воли стоило променять стабильную работу на непостоянный заработок пчеловода. Как бонусы – сладкий мед, свежий воздух и теплая погода. Нашей съемочной группе выпала прекрасная возможность вырваться из тесного и душного офиса и попробовать вкусный и сладкий мед, которым нас любезно угостили. Этот мед у пчеловодов называется парной. Результат работы многих пчел за долгое время. Давайте его попробуем. Довольно вкусно.